Всем привет! В этом видео поговорим о селекторах. Селекторы нужны для того, чтобы гибко стилизовать разные элементы документа. Почти каждый HTML тег имеет свои стильвые свойства по умолчанию, но мы можем их переопределять, так как имя тега является селектором. Например, у нас есть тег P. Вот его стили по умолчанию. Но мы зададим ему свои стили. Повторюсь и скажу, что любой тег HTML документа является селектором. Стилизируем боди. Но, пожалуй, основным CSS селектором является класс. Стилизируем наш параграф по классу. Плохо видно, давайте сделаем его красным. У элемента может быть несколько классов. Идентификатор – это тоже CSS селектор. Зададим стили параграфу с помощью ID. Вот наш ID пар, вот стили к нему. Но ID как селектор лучше не использовать, так как он имеет высокую специфичность. То есть такой стиль сложно будет переопределить, если возникнет необходимость. Далее, атрибуты тегов тоже выступают селекторами. К некоторым ссылкам добавим отрицательные. Теперь добавим какие-нибудь стили к ссылкам с атрибутом title. Это делается следующим образом. Сделаем их красными. Добавим еще текст ссылки. Также можно задавать разные стили в зависимости от значения атрибута. Давайте элемент с title alongside сделаем жирным. Размаживаем его в кулаку масла И для видимости давайте еще увеличим шрифт. Существует такое понятие как объединение селекторов. Это когда два селектора объединяются в один. Например мы возьмем textpan и объединяем его с существующим классом sum и зададим ему цвет синий. То есть только у элемента span который имеет класс sum применится синий цвет. Для других элементов span или для других тегов которые имеют просто класс sum этот цвет применяться не будет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас мы применим синий цвет вот к этому элементу... Посмотрим... Спан с классом сам... То есть на другие спаны... На другие элементы с классом сам... Этот стиль не распространился... Иерархия селекторов... Показывает на вложенность элементов... Друг в друга... К примеру... Опишем стиль для ссылок... Которые находятся в теге header... Добавим разметку... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Указано... Что стили должны применяться только к тем... Тегам а... Которые находятся в теге header... К остальным тегам а... Этот стиль не применился... Группирование селекторов... Служит для того... Чтобы задать одинаковые свойства... Для разных селекторов... К примеру... Возьмем... Класс сам... Через запятую... Id... Par... Какой-нибудь... Тег... Div... И всем этим селектором... Мы можем указать одинаковое правило... Установим им курсив... Добавим какой-нибудь Div... Посмотрим, что получилось... На этом все... Спасибо за просмотр... Ставьте лайк... Подписывайтесь на канал... Так... Спасибо за просмотр...